Этот маленький видеоблог я хотел посвятить той раздувшейся шумихе по поводу Russian Reality. Друзья, столько народу повелось, вокруг столько необразованных людей. Они все смотрят СМИ, они все живут телевизором или чем-то еще. Они не проверяют информацию. Каждый из вас, возможно, злится по поводу украинцев. То, что видят, насколько они зазомбированы, насколько они верят в ложь, в откровенную ложь. Кто особенно из вас смотрит Анатолия Шария, тот вполне возможно, что в курсе, о чем я говорю сейчас. Но среди как раз россиян столько народу поверило в эту Russian Reality. Пиздец. И до сих пор верят. А столько блогеров за счет этого друг друга поднимали за счет того, что... Во-первых, канал поднимали. Во-вторых, и блогеры себя в рейтинге поднимали. Потому что узнать вот этот правдивый... Вроде бы человек так рассказывает правдиво. Вроде бы, вот знаете, я хотел сказать то-то, то-то. Но когда он включает свои доказательства, да, я читаю одно, слушаю совершенно другое. Блядь, там близко даже субтитры не сходятся с тем, что говорит. То есть конкретно слова, все остальное. Не то, что буквы разные, да, а слова другие в приложении, другие слова. Посмотрите полный фильм Russian Reality. Внимательно посмотрите. Скачайте эти архивы, ребята. Это же пиздец. Он их относит на какую-то экспертизу, куда-то еще. Вы не задумывались, что целое государство, куда бы он ни подавал там и прокуратуру, и в милицию, везде его послали нахуй, как просто долбоеба. Вы не думали, что это, наверное, не случайно, что... Неужели вся наша прокуратура, вся наша милиция, все заодно с этой бабкой, которая расчленяет и съедает людей? Да это пиздец, это просто такой маразм человека. Да, действительно, у него был этот конфликт. Я полностью согласен, что реально он там кого-то, какого-то хача попшикал, там что-то еще произошло, да. Я допускаю такую возможность, но... Комары это пиздец. Но, ребят, да, произошел конфликт, после этого он его раздул на весь интернет и создал из этого целый культ, целое течение. То есть он добавил там и каннибализм, и соединил с системой, что он сбежал из города, он еще что-то сделал. Но он же всегда выходит на природу. Ну, блядь, в какой он там Финляндии, в Финляндии, в какой он там Греции, где он там в Испании прячется? Да он, может быть, в Москве сидит в каком-то селе, просто выходит за город и снимает видео так же, как и я сейчас вышел. О, ребята, я сейчас в Аргентине, вы знаете? Посмотрите внимательно, кругом аргентинцы. Может, это незаметно сразу, но тем не менее. То есть, посмотрите, камыши-то аргентинские. Вот так и он. И куча народу верит в эту хуйню. Друзья, просто проверяйте информацию. Научитесь критически мыслить, научитесь не доверять, не открывать рот по первому же попавшемуся случаю, потому что вам в этот рот просто харкнут. Удачи! С вами был Игорец. Субтитры создавал DimaTorzok